всем привет сегодня буду готовить пирожная картошка очень вкусная и нежная как в детстве рецептов картошки очень много из быстрые из готового печенья я буду делать классический я бы сказал правильный рецепт готовится он из бисквита поэтому сначала мы приготовим тесто для него мне понадобится сахар мука соль и яйца разбиваем яйца добавляем щепоточку соли и сахар сначала мы все это перемешиваем на небольшой скорости буквально пару минут теперь продолжаем взбивать на максимальной скорости до образования белой пены и вот посмотрите какая консистенция должна получиться видите они практически можно рисовать следы остаются вот такая очень устойчивая пена должна быть теперь мы понемножку будем подсеивать муку вот так слегка потери начинаем вмешивать аккуратными движениями вот так снизу вверх как только вся мука вмешается продолжаем также дальше подсеивать потихонечку заранее разогрейте духовку до 180 градусов к тому моменту когда тесто будет готово у вас тоже уже должно быть все готово далее нам понадобится противень застеленный пергаментной бумагой выливаем тесто немножко помогаем разойтись распределяем все и отправляем выпекаться уйдет на это примерно 15-20 минут нужно посматривать но духовку открывать нельзя бисквит достаю его обязательно нужно проверить на готовность зубочисткой или деревянной шпажкой тесто не должно оставаться теперь аккуратненько его достаем из формы и даем ему полностью остыть теперь бумагу снимаем бисквит должен отлежаться идеально если вы его испекете оставите в ночь то есть это 10-12 часов для пирожных мне нужно приготовить крем шарлот для него мне понадобится сливочное масло одно яйцо берем самое маленькое молоко сахар ванилин и коньяк в сотейник выливаем молоко сюда же добавляем сахар не весь примерно две трети оставшуюся часть пересыпаем в салатник добавляем яйцо все перетираем молоко нагреваем не доводя до кипения просто смотрите чтобы она вот так хорошо запарила и теперь потихонечку мы будем его добавлять в яйцо очень аккуратно яйцо должно прогреться но не свариться поэтому вот смотрите прям чуть-чуть и и быстренько быстренько все перемешиваем все и теперь переливаем обратно и теперь уже доводим до кипения как только крем начинает булькать варим буквально минуточку после этого снимаем с огня и хорошенько остужаем из бисквита нам нужно приготовить крошку но на данный момент такая нужная сухая крошка еще не получится поэтому бисквит отправляем в духовку слегка подсушиться это буквально 20-30 минут больше не нужно на самый-самый слабенький огонь как вы сухарики делаете вот примерно так же и когда бисквит остынет мы будем делать из него крошку можно руками можно в блендере как удобно когда вот эта заготовочка у нас будет остывать не забывайте ее помешивать чтобы не образовывалась пленочки сливочное масло нужно заранее достать чтобы она стала мягким и теперь его немножко взбиваем понемножку добавляем масло крем и продолжаем также взбивать теперь в готовый крем добавляем немного коньяка это буквально столовая ложечка если сомневаетесь можете не добавлять и немножечко ванилина и также еще раз перемешиваем если вы планируете картошку в дальнейшем украшать то немного крема нужно сразу отложить я беру вот один пакетик буквально вот чайная ложечка и в один уголок складываем он нам понадобится позже и теперь нам нужно это все соединить в крем подсыпаем крошку лучше не все сразу а постепенно так будет вымешивать удобней вымешиваем очень тщательно крем должен полностью пропитать вот эту крошку картошку нам нужно будет обвалять смеси какао порошка и сахарной пудры нам их нужно хорошенечко перемешать пирожные можно приготовить любого размера любой формы вот такая достаточно классическая приближена к форме именно картошки пирожные нужно хорошенечко обвалять со всех сторон какао потом пропитается немножко потемнее теперь картошку нам нужно украсить для этого вот так палочкой делаем небольшие углубления у пакетика я отрезал вот кончик и теперь отсаживаем крем получаются такие глазки как будто у картошки проросли клубни картошка у меня готова посмотрите какая красота получается они очень вкусные очень нежные и по вкусу они абсолютно не сравнятся ни с магазинным вариантом не с теми которые готовятся на скорую руку обязательно приготовьте и попробуйте убедитесь сами всем спасибо приятного аппетита пока 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 пока